Школа номер 13 имени Джанибекова в микрорайоне Бахчеванджи открыла свои двери после ремонта. Учеников поздравили с Днём Знаний почётные гости. День Знаний – это всегда отметка в новый период. Для кого-то это первый. Я хотел бы пожелать нашим первоклассникам, чтобы они легко, весело вошли в школьную семью. Здесь вы найдёте новых друзей, товарищей. Здесь вас научат знания, дадут вам знания. И, наверное, пожелать, чтобы всё у вас получилось. 11 лет – это целый марафон. Благодаря президентской программе за полгода школа преобразилась практически до неузнаваемости. На объекте был выполнен большой объём работ. Отремонтировали фасад, кровлю и входные группы. Установили новые окна и двери. Обновили инженерные сети, кабинеты, коридоры, подсобные помещения. В классы закупили парты, стулья, другое необходимое оборудование. Я могу сказать, что я сама училась в этой школе. Пришла в эту новую школу, когда её построили. И за все эти годы первый раз я увидела школу такой красивой. И мы настолько счастливы, что вот, ну, прям вот по-современному и очень красиво. Спасибо всем, и администрации, и комитету, и Министерству образования, что дали нам такую возможность прийти в новую красивую школу. Конечно же, мы очень ждали, мы очень надеялись, что наше руководство нам сделает вот такой шикарный подарок. Мы сегодня пришли, мы удивились в хорошем смысле слова. Мы пришли в совершенно новую школу. Ремонт шикарный, настроение прекрасное. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Порог обновленного учреждения в День знаний переступили 720 учеников. По сложившейся традиции, учащихся начальной школы угостили мороженым в подарок от команды губернатора. Хотели бы выразить благодарность большую за новую обновленную школу. Ремонт, правда, шикарный. Школа стала светлее, просторнее, новую мебель завезли. Очень всем довольны. Отдельно хотим поблагодарить главу городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича за обновленную школу. Конечно, здорово, что наши выпускники последний год своей школьной жизни проведут в таких условиях, в такой доброй, красивой атмосфере. Ремонт образовательных учреждений в округе будет продолжен. В 2025 году в госпрограмму уже вошло шесть. Из них три детских сада и три школы. Это ценно уделять такое внимание нашему подрастающему поколению, так как, создавая современные условия, все-таки больше помогает человеку, воспитаннику, ученику сконцентрироваться на своем образовании. И это наше будущее, будущее нашего округа. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.